Ну, все, продолжаем дальше. Ну, коли мы у нас такая заминка, тогда я бы перешел к тоже интересной теме, потому что она связана с тем, что мы начали сейчас говорить, вот о проблеме выживания. Потому что когда мы живем в городе, значит, у нас все, рядышком мы идем в магазин и покупаем все продукты, которые есть. Вот когда-то, конечно, в деревнях, там сейчас приходит автолавка, там раз в неделю, там хлеб привезут, люди живут. На острове тоже магазина нет. Ну, вот расскажите, вот как вы относитесь... Это только я часть маленькой проблемы. А еще, конечно, проблема шире намного выживания, потому что она важна очень. Кто-то живет в городе, кто-то живет... А есть еще Глеб Травин, который, извините, обошел, о чем я говорил, обошел, объехал на велосипеде полностью. Там проблема. Весь Советский Союз, вдоль Ледовитого океана, по Средней Азии, один с котомочкой, которым очень много информации в интернете. Поэтому вот эта тема выживания, я знаю, что Юра эту тему хорошо знает. Я знаю, что Юра, я профессионал, так, давай свое мнение. Вот я поэтому твое мнение дам. Нет, Саша, смотри. Вот как он на Севере, я в Норильске был, зимой снег по 6 метров. Как он там на велосипеде-то проедет? Здесь ты не везде проедешь, здесь только тропинки, и все. На Севере, или в горах. Это же тропинка нужна, хорошая, грунтовая. Ты говоришь, американский велосипед хороший. Одно только что, на секунду. Мы там договорились, Вадик Евгеньевич, он Евгеньевич, а я Игоревич. Камышовый кот, да. Саша, там одинаково, Саша, да. И Камышовый кот. Да, и Камышовый кот еще, да. Он Камышовый кот. Вот. Продолжаем, да. Как проехать, да. Вот это проблема, вот это, вот ты говоришь, это Глеб Травин там путешествует. Ну, я, ну, это Юра скажет, Юра Великолепный, на машине, машина по льду идет, например, там лед, там лед на севере. И когда он шел, там всегда лед. Я думаю, что, наверное, он искал по твердому покрытию, скорее всего, он, по крайней мере, это первое, там тундра на севере. Ну, я не буду, давайте, разговаривайте сами. Ну, вот, в 94-м году часто приезжал этого Бутнанги, и большой автобус с людьми по Абишево, Салихар. А если такой толстый лед, они дают трещины. Это все с концами уже не вылезут. Вот туда-то я езжал. Ну, ладно. И на вертолетах-то хватает. Тогда моя очередь. Да, да, да. Ну, начнем с того, что я профессионал. Профессионал-то не тот, кто делает свое дело лучше всех, а тот, кто получает за это деньги. Ну, вот, я уволился из армии в должности начальника физической и специальной подготовки учебного центра. И все на все? А? Ну, пусть. Ну, единственное, естественно, так, вот, были курсы выживания для летчика, для специалистов. Ну, для всех. То есть там каждое, это самое, одно курс выживания для летчика, так, вот, и второе для специалистов. То есть там есть нюансы, короче, так, вот, у меня всегда коребело, и я всегда всех подправлял, это не курсы выживания, а курсы адаптации, вот. Уж вот с природой спорить, так, вот, выживать, вот, бесполезно, вот. И само, сам психологический настрой, так, ты выживаешь, то есть ты борешься, то есть ты борешься с теми силами, и которые, в принципе, победить не можешь. Ты заранее обречен на... и твою любовь ценой так выживаешь. Нет, приспособиться. Организм или меняет среду обитания, или приспосабливается к ней, или... Бороться нет. Приспосабливаться, адаптироваться. Поэтому выживание – это адаптация к тем условиям, которые тебя зависят. К тому набору, грубо говоря, инструментов и то, что у тебя есть карманы, так, вот, все, вот, адаптироваться, подстраиваться, так, вот. Можно идти против течения, да, вот. Но лучше по течению. Потихонечку и тебя волна сама волна. Ну и главное, так, вот, это психологическая подготовка, а не, грубо говоря, то, что у тебя есть два сухаря, так, вот, и ты их должен выжить. Да, ну, пусть съешь их сразу, так, вот, и чтоб не мучиться, так, ну. И потом уже выбирайся, так, вот. Кстати, один из это самое, ну, когда были выходы на выживание, там, по нескусству, так, вот, естественно, грубо наблюдатель идет сзади, так, вот, ну, связь у нас есть, визуальная, без рации, так, вот, и все, у каждого есть выбор, так, вот, пустить ракету, так, вот, и у него банка тушенки. Пустить ракету мы в течении, ну, часа где-то выходим, так, ну, если что, ногу сломалось, что ли, и банка тушенки есть, так, вот, почему это есть запас? Вот банка тушенки, так, вот, песок с машины нас. Это не издевательство, это не подколка. Просто человек оголодавший, так, если он сразу нажирится тушенки, у него будет завар. Ну, а психологически, да, что, парень, хотел пожрать, ну, жреть, не смог, жреть, поэтому важна психология. Ко мне приезжают люди, так, вот, и говорят, а вот расскажи мне, вот, про выживание на острове, как, ребята, а вам это надо, да? Это вы забудете, вы выживете в городе, так, простейшее, так, вот, постоянно, там, каждый год, каждую зиму на всех падает сосулька. Ну, кто же тебя заставляет ходить, вот, есть дорогу, ну, иди ты по дороге-то, так, нет, ты идешь в дом, дома, ну, грубо говоря, ну, если не сосулька, так, может, плевок, да, для порки, для шивора попасть. Ну, не ходи, ну, не ходи, вот, простейшее правило выживания, я говорю, ребята, вы заходите в автобус, где вам сесть, как вам сесть, так, я говорю, в прелестном торможении, так, вас кинет вперед, так, то есть, если вы сидите лицом, когда-то сам в движении, так, вас просто кинет вперед, так, если вы спиной, вас пожмешь, так, автобус в любом случае будет, ну, 90% будет падать, так, на правую сторону, да, или вам, на вас кто-то упадет, или с высоты своих полутора-двух метров вы куда-то упадете, да, я говорю, простейшее, что нужно, в электричке то же самое, в электричке по-другому, так, нас садится спина, почему? Мусор из окна, хулиганы, которые камни кидают, все осколки, если вы будете сидеть, так, вот, лицом, так, все, ну, пройдут, по крайней мере, садится во второй, в третий вагон, так, первый, если что, так, вот, сойдет с рельс, так, вот, последние вагоны, так, хрен, второй, третий вагон, да, 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 и я говорю, вот это простейшее, то же самое, вы выходите из дома, включаете наушники, так, вот, засовываете руки в карманы, я говорю, вот где его живот надо, вы выходите из дома, все примелькалось, так, и вы сразу вышепишите, вы сразу из среды, грубо говоря, комфортного обитания дома, так, вы уходите в среду, ну, потенциальной опасности, вы не знаете, выйдете, две-три секунды осмотрите, что, что изменилось, что новое, а может, проволоку, нет, вы еще глаза не разы, вы сразу стремляетесь вперед по той дороге, с которой вы уходите постоянно-постоянно, да, ну, а в городе опасности, так, больше, мне на природе спокойно, чем в городе, я выбираюсь из города, так, у меня, ну, грубо говоря, по старой привычке, что я же дегом становлюсь, так, ну, плюс я захожу в автобус, я чувствую этот негатив, я тут расслабился, тут нехорошо, я встречаюсь с нормальными людьми, и у меня просто, я чувствую, что у меня прет негатив, вот тут окружающие, вот эта вот, как липкая грязь какая-то, я смотрю людей в глаза, так, вот, грубо говоря, в глаза, в городе, так, очень редко кто-нибудь посмотрит, я говорю, очень, или вот такой глобный взгляд, так, и сразу прятаться, вот они, вот те в глаза, а я в глаза смотрю, да, чего он, и вот смотришь, так, вот, в глаза человек, он начинает хлопать, что со мной что-то не так, и пусть я сразу, сразу, так, натыкаешься на вражде, мне, ты чё на меня смотрю, ты чё уставился, ты чё тебе надо ножом, ну, поэтому, да, поэтому рассказывать так, вот, отказом, как-то с одним ножом, так, вот, и двумя спичками, так, вот, выжить в природе можно, ну, ты с этим не столкнешься в своей жизни, а если ты столкнешься, ты забудешь, так все советуют, потому что организм в состоянии стресса будет работать, отключается голову, включается, автоматически, включается инстинкты, включается, мозг отключается, работает только спиной немножко, и все забудешь, что я тебе говорю, здесь и нет налогов, специально, а в городе жить намного страшного, мы эти страшности не замечаем, мы идем по краю тротуара, так, по краю тротуара, так, мы заходим в любое помещение, я захожу в любое помещение, в первую, что я делаю, смотрю на полонавку акции, кому это в голову придет, а у меня чисто автоматически, я скажу, так, я сюда зашел, это факт, мне надо отсюда как-то выбираться, это не паранойя, это не паранойя, это чисто автоматически отмечаешь, так, я вот зашел в эти двери, так, вот, а как я буду уходить, адаптация, грубо говоря, в городских условиях, и выживание в городских условиях, и тем более, на природе ты собран, так, ты готов, ты готов к трудностям, комфортнее, ты расслабься, то есть, ты, я мусная масса, так, вот, и ты ходишь, так, разим из рост, и она тебе все, когда на тебя кирпичице свалится, а усвалится, ну, это вот, примерно, а тема бесконечная, ну, если я вел курсы, так, вот, я могу уходить по часам, конечно, понятно, да, Саша, что тебе скажешь на это, здесь нет? Ну, в городе, естественно, гораздо опаснее, ну, потому что чем мы питаемся, одна семья, вот, я говорю, из Краснодарского края припаду масла, пареная, холодного отжима, ручного холодного отжима, у нас пластмассовая, вредная для здоровья, чем мы дышим-то? Эта вода была в Москве на 40% возвратная, я считаю, самая лучшая вода, Малахом правильно она говорит, дождевая вода, но мы природу везде испортили, я ночевал в приюте 11, это 83, 85 и 90 год, это на Эльбрусе, в 3000 метрах на дуранье море, везде чёрные песчинки, чёрные точки, вот так вот. А ведь сейчас, к сожалению, кто-то жёг, кто-то приедет. Эльбар, извините, порвётся, забуду, что ж я тебе неверно говорю, всё правильно. Измени, у меня есть друг, да, МЧС, аналитик, да, вот, они играют в такие, честные игры, так вот. Город-миллионник, так вот, отключаем свет, ну и компьютер выдаёт программу, так вот. Ну, в результате, так вот, жизнедеятельность города, так вот. Холодильники полетят в первые сутки, вот, водопровод полетит, ну, с резервом на третьи сутки, канализация забьётся на третьи сутки, ну и там, уточнение, зима, лето, там всё, да, так вот, то есть, грубо говоря, голод, нехватка воды, эпидемии, и всё. И вот, грубо говоря, 10 дней в миллионе в город, так, одно отключение воды ведёт за собой, то есть, степень комфортно такая, вот, и просто останется без воды, без магазина, без степени. Мои дочки так вот, ну, говорит, папа так вот, ну, согласна с тобой, у каждой моей дочки, так, есть, можно чемоданчик, так, грамм, консервы, вода, ну, медикаменты, вот, вот такой, килограмма на два, резерв, так, вот, сутки-двое, так, самое-самое необходимое. Я говорю, вам что это мешает, так, не мешает. Ну, от сухих пайков я отказался, потому что суха хорошая, ну, половину без степени. Это ладно. Нет, нет. Ну, из всего, что можно, конечно, самое лучшее. Ну, сухой пайок это, можно сказать. Поэтому, так, свечки, сухой, горючий, вот. Папара, два килограмма, оно лежит, есть, не просит, на 300, и всё. Ну, когда вот тебе надо, а ты не мечешь-то, ты знаешь, вот, тебя вот, вот это будет. Поэтому, вот, пожалуйста, им-частники играют в такие игры. Апокалипсис, грубо говоря, вот, в данной ситуации большой город, ты беззащитен. Извиняйте, я не хочу сказать, что ты делал.